Прива! Я всегда хотел научиться делать это Или вот это Поэтому подумал, почему бы не совместить приятное с жидким, записав об этом видео И вот спустя сотню десятков часов просмотренных мною туториалов Я готов открыть для вас простых смертных, удивительный мир фотошопа Начнем мы с самых простых графических понтов Вот есть у меня красивое фото Оно излучает счастье и теплоту моей души Но что-то в нем не так Есть что-то, что отвлекает внимание от моей персоны Лишние люди на фоне Им лишь бы фото испортить А я вот не хочу, чтобы они здесь были Пошли бы они нахуй с моего изображения Конечно, в реальной жизни я к ним не подойду и не скажу такое Но вот за клавиатурой я герой Я Рэмбо, я балерина Поэтому сейчас покажу, как их всех быстро ликвидировать В этом мне помогут мои знания уверенного пользователя ПК С помощью инструмента выделения обводим, можно сказать, человека И, используя функцию fill, стираем ее с лица земли Ой, да, забыл сказать Если вы вырезаете людей в фотошопе, то они вырезаются и в реальной жизни Поэтому смотрите, случайно не обрежьте близких людей или родственников А то потом будет грустно и придется плакать Да, да, да Как вы поняли, эта штука анализирует пиксели вокруг выделенной области И пытается подстроить все, что внутри под них Но иногда оно работает не очень корректно Например, вот выделяю всех людей сзади моей башки и... Ну, нейросети еще глупенькие Не могут понять, что моя голова и фонарный столб это разные вещи Поэтому в таких случаях к нам на помощь приходит patch tool Здесь точно также нужно выделить мешок с костями И потом переместить в любую область с похожей текстурой Оно само все построит так, чтобы это нормально выглядело Не, ну вы только посмотрите на это Хочу сказать, что возможности данного программного обеспечения удивляют И я реально охуел с происходящего на моем экране Еще для таких ситуаций есть clone stamp tool Тут нужно зажать alt, выбрать место, с которого мы хотим скопировать пикселей И тупо наяриваем Проще простого Если вы не знали, вот в этом и заключается работа всех профессиональных дизайнеров и фотографов Таким вот нехитрым образом всего за несколько минут мы избавились от мерзких людей И теперь это фото вполне можно назвать красивым А сейчас я покажу вам, как делать композицию Если вы не знали, то это отдельный вид искусства Люди создают удивительное и захватывающее дух изображение Вы наконец-то сможете прикоснуться к высокому Ну что ж, для начала нам нужна идея Непорочная идея, которую вы хотите воплотить в жизнь Вот я, например, хочу отдохнуть Хочу изобразить спокойствие и беззаботность Первое, что приходит в голову, это пляж Поэтому ввожу в Google Sand Beach и нахожу идеальное изображение Открываю и БЛЯТЬ ЯНДЕКС В УКРАИНЕ ЗА БЛЭКЕ ПОРОШЕНКО ШОБ ТЫ СДОХ Песчаный пляж с торчащей ракушкой Выглядит прекрасно, но кажется каким-то пустым Нужно чем-то заполнить эту пустоту Поэтому я открываю свой архив У меня есть большой арсенал с картинками И я беру оттуда батю ПНГ Теперь его необходимо грамотно расположить Здесь я советую использовать так называемую спираль Архимеда Где пропорциональное соотношение площади одного квадрата к другому Будет таким же, как меньшего к следующему и наоборот А объект, который нужно расположить в центре внимания Должен находиться в месте, где начинается спираль Что почти всегда обуславливает сбалансированную И эстетически привлекательную композицию Что за хуету я сейчас сморозил, понятия не имею, но звучало убедительно И надеюсь, вы подумали, что мне можно доверять В общем, выбираем самую важную точку, к которой мы хотим привлечь внимание Это, конечно же, пожилой и полувялый старого отца Обрезаем по краям, чтобы достичь максимальной точности И теперь можно приступить к работе с объектами Для начала создадим копию слоя пляжа и переместим наверх Чтобы с помощью умного выделения обрезать всё, кроме ракушки И таким образом поместить её на передний план Работаем с цветами, этого я вам объяснять не буду Отсосите, сами научитесь Вот, батя теперь вполне естественно вписывается в цветовую палитру Теперь остаётся... Подпишись, поставь лайк Да ёб твою мать, реклама моего инстаграма Каждый раз эта хуйня вылазит Я извиняюсь, сейчас поправлю Всё, по поводу нашей композиции почти всё готово Остаётся добавить самое главное Пару деталей для атмосферы отдыха Например, шашлыки Как мы видим, они не очень вписываются в перспективу изображения Поэтому мы используем функцию Transform, Perspective И после небольших манипуляций всё как надо Последние две вещи это, конечно же Устрашающее морское чудовище на фон для загадочности И бутылка пива Чем больше, тем лучше, как говорится, да? Идеально Тут только не хватает надписи Отдыхаю на море Делаем её красивого цвета С помощью функции Distort Warp придаём красивую форму И завершаем авторским оформлением надписи Тут уже сами разберётесь И вот такую открытку уже можно отправить всем родственникам, чтобы обзавидовались А также любимой жене, царство и небесное Глядя на это, хочется поехать и реально отдохнуть, как Грица Поесть шашлыка Кстати, насчёт отдыха на море В фотошопе есть один интересный инструмент, про который мало кто знает Называется прикол Если на него нажать, то вы попадёте в чудный мир World of Warships Ведь это единственная и лучшая массовая онлайн-игра про военно-морской флот 20 века Здесь вас ждут бои в открытом, как моё сердце, море Невообразимое количество кораблей с оружием различных видов и калибров Крейсер Аврора и другие известные судна Игра абсолютно бесплатная Здесь ждут смелых и решительных любителей водных просторов Советую вечерком не напрягаясь собраться с друзьями-мореплавателями Запустить пару матчей можно под пивко, но лучше без Переходите по ссылке в описании, чтобы получить внутриигровых ништяков И премиальный крейсер Диана Дианочка Не упускайте свой шанс и хочу задать вам вопрос Кто проживает на дне океана? ОООООООООООООО» Моё видео, ну кто бы сомневался, поэтому продолжим Я тут вспомнил, что недавно в Киеве проходил гей-парад Как говорится, евро-интеграция в самом разгаре, да? И вот я хотел там побывать, но не успел, к сожалению Сессия была Понимаете, с одной стороны я европеец и горю желанием поддержать LGBT-сообщество Но с другой стороны я европеец и образование для меня самое главное в жизни Выбрал я все-таки второе, но хотелось бы почтить память великих геев и хотя бы с помощью фотошопа воссоединиться с единомышленниками. Для этого достаточно просто обрезать часть изображения и добавить несколько метросексуальных элементов. После финальной цветокоррекции, которую я исполняю с помощью функции Camera Raw Filter, изображение выглядит невообразимо потрясно. Но если что, я ни в коем случае не поддерживаю гей-меньшинство и не пропагандирую гомосексуализм. Просто хочу сказать, что заниматься однополой любовью это охуенно. Кто так не делает, тот лох по жизни. А напоследок я затрону весьма щепетильную тему, которая затрагивает каждого, кто хоть раз пользовался фотошопом. Давайте на чистоту. В основном люди используют эту программу для того, чтобы сделать себя красивее, чем они есть на самом деле. Потому что в глубине души они понимают, насколько они ущербны и просто боятся продемонстрировать свое кривое неотредактированное ебало. Хорошо, что фотошоп помогает им развивать свои комплексы. Здесь можно даже модифицировать свое тело. Сейчас я вам покажу как. Сначала выделяем область, которую мы хотим проапгрейдить. После идеального выделения делаем из этого новый слой. Теперь открываем Edit и выбираем Puppet Warp. После чего на выделенной области можно расставить точки, так называемые точки опоры. Я вот поставил их в области кишечника, чтобы придать себе объемных форм. Кстати, с этой функцией можно заниматься виртуальным спортом. Вот я качаюсь, так сказать. Да, спорт еще никому не помешал, скажу я вам. Такого же результата можно достичь с помощью фильтра Liquify. Если что, это чуть ли не главная функция в данном программном обеспечении. Я эксперт, поверьте мне. Видали, как легко можно менять реальность? А все-таки закончу свою первоначальную задумку. Так, теперь форма смотрится естественно. Осталось самое важное. Думаю, вы понимаете, к чему я веду. Уже 89%, между прочим. Хочу вас предупредить, что за рулем нас двое, поэтому подумайте дважды перед тем, как со мной связываться. Ну, думаю, суть вы поняли. Со своим телом можно творить все, что угодно. Интересно, кто-то поймет отсылку? Отписывайся от канала, если понял. Что я хочу сказать. Вот у каждого нормального пацана есть такое фото. Отрицать это бессмысленно. Все мы хотим получить женское внимание, и каждый из нас делал это, фотографируясь в такой позе. Но для того, чтобы, так скажем, иметь гарантированный успех в любовных делах, необходимо преобразиться. Да, то есть это и так классно, но все равно требует улучшения. Поэтому опять выделяем область апгрейда и законными методами наращиваем массу. Вот так просто это делается. А кто-то еще старается, в качалку ходит. Зачем? Непонятно. Для того, чтобы это не смотрелось нелепо, используем пересадку рельефа чужих мышц ПНГ, корректируем их форму и подгоняем по цвету. И вроде бы уже охуенно, но все равно есть ощущение, что чего-то не хватает. Нужно пересадить другое лицо, какое-то смазливое лицо. О, точно. Знаете, вот этот актер, которого сейчас все тупые мокрощелки любят. Он еще Шерлока Холмса играл. Блин, только забыл, как его зовут. Может, Бенефис Кибердвач? Не, Баттлфилд Овервотч? Не, это кто-то прикалывается. А, вот здесь все возможные варианты. Осталось только найти правильный. Может, Бенедикт Казантип? Опять не то. А, вот точно, вспомнил. Бекмамбет Трахтенберг. Как же я мог забыть? Вот, отличный вариант. Тут вы уже все знаете, что и как делать. И на выходе мы получаем вот такое внушительное изображение. Быть может, вы скажете, что за бред? Ведь если я себя так отредактирую, мне не поверят и в жизни не узнают. Но это все хуйня, ведь всегда можно просто сказать, что на фото немного другим получаешься. Да, неважно это абсолютно. А какое же практическое применение у данной фотокарточки? Предлагаю вам добавить свой номер и текст. На фото я. Жду звонка, бэйби. Разместить штук семь таких надписей по вертикали, после чего распечатать и расклеить в своем подъезде. От девчонок не будет отбоя, я вам гарантирую. Ну а на этом мой краткий экскурс в мир графического наебалова заканчивается. Надеюсь, вы не будете особо кукарекать из-за того, что у меня фотошоп на английском. Как я уже говорил, я европеец, поймите мои чувства. А так, думаю, эти знания вам обязательно пригодятся. И если вы выглядите как черт, ну как урод, реально чмардяй, то не отчаивайтесь, ведь вы всегда можете заставить людей в интернете думать, что у вас привлекательная внешность с помощью фотошопа. Если вам понравится, то может в следующий раз научу вас более продвинутым техникам похудения в фотошопе и другим приколам. А пока что давайте сделаем следующее. Я так чисто невзначай оставлю ссылку на архив с ПНГ картинками в описании, а вы можете отправлять свои творения мне в предложку тамблера или в инстаграм с хэштегом отсоси2018. Ну пора бы уже хоть в чем-то себя проявить, ладно? Я прощаюсь. Пойду отжигать на дискотеках. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok